В связи с временной приостановкой массовых мероприятий Центр народной культуры Ульяновской области создал творческую онлайн-платформу Культура Онлайн 73 на официальном сайте и в социальных сетях. Творческая платформа активно работает. 26 марта была объявлена акция «45 песен до победы» в преддверии нашего великого праздника. И впервые Центр народной культуры и естественное движение за народную песню проводило ее в социальных сетях. Надо сказать, что мы сами были удивлены такой небывалой волне патриотизма, которая охватила всю нашу область. И не только, потому что к нашей области присоединились жительница Кузнецкая, Пентинской области, Тольятти и Сызрани. Каждый день в 12 часов дня на странице акции появлялось название песни, которую нужно было сегодня исполнить. За 45 дней спели на этой платформе около 5,5 тысяч участников, а посмотрели их выступления без малого миллион человек. Песни интернет перезнакомили и сплотили вокруг себя массу людей. Общественное движение, сорганизатор акций, теперь представляет реальную значимость. Изначально движение и начало эту акцию с подачи, конечно, Центра народной культуры, но всеми организационными вопросами именно движение занималось, потому что муниципальные кураторы тоже огромную работу провели у себя, и они тоже вовлекали людей. Могу сказать, что движение за народную песню – это огромная сила, за нами идет народ, мы имеем большое влияние, что очень радует. Радует потому, что, видя востребованность культуры населением, власти стараются помочь коллективам и учреждениям. Дом культуры УАЗ сейчас активно реконструируется и станет филиалом Дворца дружбы народов «Патриот». Губернатор заявил, что его открытие не за горами. Мы только что сейчас с моими коллегами побывали на двух площадках, в Дворце культуры автозавода, посмотрели, как идет ремонтная работа, и нас сегодня еще раз официально заверили, что все строительно-монтажные работы будут завершены до конца этого года. Строительно-монтажные работы в ДК УАЗ будут завершены до конца этого года. Зрители и артисты ждут, когда смогут выступить на сцене обновленного учреждения культуры. А пока для всех есть один путь – через ЦНК в интернет. Было очень интересно. Мы с нетерпением ждали каждый вечер новые песни, нового произведения, мы писали новые треки. Ну да, радовались за победителей всегда, потому что каждый день новый победитель. Необычно, скажем так, то есть не где-то на сцене, а вот именно... Приятно было видеть столько талантливых людей, проживающих в нашем регионе. На самом деле мы просто не ожидали. Тем более много участников было далеко не работники сферы культуры. Песни, участие в акциях и конкурсах ЦНК подарили Маловым, да и всем прочим множество друзей. Пока виртуальных, но после победы над коронавирусом они хотели бы встретиться со всеми на сцене, чтобы вживую порадовать жителей Ульяновской области красивыми песнями. Прямо сейчас у каждого жителя региона, кто еще не принял участие, есть возможность попробовать свои таланты в конкурсе «Россия – это мы». Павел Половов, Руслан Баталов. Новости Улл. Правды ТВ.